Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии Екатерина Плехова и мы начинаем выпуск новостей Таллина, в ходе которого расскажем о том, каким увидели сегодняшний майский день наши журналисты. К сожалению, мы уже привыкли начинать день со статистики заболеваний и числа инфицированных в нашей стране и городе. И, несомненно, без этих тем нам сегодня не обойтись. Но все же надежду вселяет то, что кроме печальных сообщений о том, что за последние сутки в Эстонии 295 человек заразились коронавирусом, а 6 человек скончались. Некоторую надежду вселяет и то, что за эти же сутки были вакцинированы почти 7 тысяч человек, а всего прививки получили 407 тысяч пациентов. При этом курс вакцинации завершен у 180 тысяч человек. Хотя, конечно, все идет непросто, образовалась огромная очередь, но центры вакцинации открываются, работа идет полным ходом. И об этом в репортаже Лины Туровской. Массовая вакцинация всех желающих началась уже вчера, и в культурном центре Кая вакцину получили 810 человек. Сегодня в районе Лас-Намя в спортхоле Тонзираба открылся еще один центр вакцинации, и за несколько часов на процедуру записались 400 человек. Далее вакцинационный центр Ида Таллинской центральной больницы будет работать с понедельника по воскресенье с 9 до 20 часов. Планируется проводить до 1200 вакцинаций в день. Хотя в связи с огромным спросом сейчас зарегистрироваться на прививку вряд ли быстро удастся. Медики не устают напоминать, что вакцину все равно получат лишь те, у кого есть дигитальный номерок на вакцинацию. Приходить без записи в центры бессмысленно. Никто не останется без вакцины. Номерки на вакцинацию добавляются день за днем и неделя за неделей. Все, кто хочет, будут провакцинированы к концу июня по крайней мере одной дозой. По словам Мары Кассера, когда создавалась дигитальная регистратура, никто не планировал ее использовать с такой нагрузкой. Сегодня днем он принес также свои извинения тем пользователям, которым пришлось ждать в общей очереди. Не для того, чтобы записаться на вакцинирование, а чтобы воспользоваться другими услугами портала для пациентов. Например, записью к врачам-специалистам. Похоже, что дигитальное пространство для ожидания, расположенное перед порталом пациентов, было провальной ошибкой. Что же до всей системы, то если сейчас ее работу перестроят так, чтобы все население Эстонии могло зарегистрироваться сразу, то это потребовало бы расходов в размере более 15 миллионов евро в год, что совершенно не оправданно. За два минувших дня в центрах вакцину получили уже более 1200 человек, а это совсем немало. У нас шесть боксов, то есть шесть медицинских сестер. Помимо этого есть другой клинический персонал. И также сестры, которые в регистратуре, они тоже могут ответить на всевозможные вопросы. Ну и после того, как прививка будет сделана, у нас наблюдают наших жителей города Талина интенсивные сестры, которые имеют большой клинический опыт, поэтому не надо бояться. С сегодняшнего дня также была открыта запись на вакцинацию по телефону 1247. Однако уже после полудня позвонившие на этот номер слышали сообщение, что регистрация невозможна из-за технической неполадки. Позднее выяснилось, что сбой произошел в системе, ведущей к бронированию времени по телефону в диге-регистратуре. После 16.00 работа восстановилась, и завтра работники Центра тревоги вновь смогут принимать звонки с 8 утра и до 20.00. Но поскольку работников Центра тревоги около 30, а в диге-регистратуре возможности регистрироваться гораздо больше, предпочтительно регистрироваться по интернету. И все же особо следует отметить прекрасную подготовку Таллина к организации центров Тонзераба и Кая, где, по общему мнению, все работает как часы, в отличие, к сожалению, от диге-регистратуры. Лена Туровская, Петр Юлевань, Новости Таллина. 44 миллиона евро. Именно на такую огромную сумму Фонд развития предпринимательства в Эстонии начал принимать ходатайство о выделении кризисных пособий. 25 миллионов евро из этой суммы предназначены предприятиям сектора туризма. 19 миллионов – сектору розничной торговли. Всем пострадавшим в период кризиса предприятиям необходимо подать аргументированные ходатайства, причем нужно обязательно уложиться в отведенные сроки. Важной для бизнеса информации готов поделиться Сергей Овченков. Сейчас даже трудно почитать убытки, которые понес туристический сектор в связи с коронавирусом. Многие предприятия были вынуждены или временно приостановить, или даже вовсе прекратить свою деятельность. Специалисты утверждают, что когда пандемия полностью закончится, то на восстановление сектора может уйти примерно до пяти лет, чтобы он вышел на уровень до коронавируса. Государство ранее выделяло субсидии сферам, которые больше всего пострадали от пандемии. Со вчерашнего дня и Фонд развития предпринимательства также начал прием ходатайств о выделении кризисных пособий на общую сумму в 44 миллиона евро. 25 миллионов из этой суммы предназначены предприятиям сектора туризма и 19 миллионов – сектору розничной торговли. Размер суммы дотации зависит от того, насколько предприятие пострадало от коронавирусных ограничений. Размер субсидий определяется также, исходя из уплаченных налогов или затрат на рабочую силу по состоянию на февраль текущего года. Но это относится не ко всем подгруппам. Но, опять же, повторюсь, все зависит от того, как именно предприятие пострадало от пандемии. Прием ходатайств от предприятий розничной торговли завершится 26 мая. От предприятий размещения, СПА, водных центров, организаторов конференций ярмарок, Турбюро туристических транспортных компаний, рестораторов и ферм по оказанию туристических услуг, закончится 27 мая. О пособиях могут ходатайствовать все юридические лица и предприниматели физические лица. Ходатайства следует подавать в электронной среде и АЭС. Все ходатайства, поданные в указанный период, будут рассмотрены, поэтому спешить не надо. Если общая сумма запрашиваемой помощи выйдет за рамки бюджета, то пособия могут быть пропорционально урезаны у всех получателей. Не исключено, что первые решения будут приняты уже в конце текущей недели, а выплаты начнутся с середины следующей. В то же время частично средства могут быть выделены еще на стадии рассмотрения прошений. Для розничной торговли они могут быть до 50%, а сфера туризма – до 30%. Сергей Овченков, Новости Таллина. Ежегодно финансисты во всем мире, в том числе и в Эстонии, с волнением ждут анализа ситуации в их странах, которые делает Международный валютный фонд. И хотя в этом году инспекция прошла виртуально, она была не менее строгой. Результаты нашей страны оказались удовлетворительными, хотя вторая волна кризиса и нанесла серьезный урон экономике. И все же ситуация оказалась лучше ранее прогнозируемой. Теперь же, по мнению финансистов, стране придется решить две основные непростые задачи, о которых подробнее расскажет Михаил Владиславлев. Пандемия не остановила деятельность авторитетной организации, а мнение ее экспертов, пожалуй, приобрели дополнительную ценность. В целом, специалисты фону сочли, что сильная макроэкономическая политика и существовавшие резервы позволили стране справиться с пандемией COVID-19. Теперь на политическом уровне надо продолжать усилия по эффективному вакцинированию, смягчению потерь от коронакризиса. Эстония в широком плане успешно справилась с пандемией COVID-19. Локдаун марта 2020 года помог справиться с распространением заболевания, но вызвал падение экономической активности. Тем не менее, спад оказался самым мягким в Евросоюзе. Вторая волна затормозила восстановление экономики, однако в последнее время виден сильный прогресс. Общая ситуация улучшается. Хотя восстановление наберет обороты в следующем 2022 году. Хотя экономическая активность во второй половине этого года и в следующем 2022 году должна восстановиться, ее рост сопровождается сохраняющейся неуверенностью и сильными рисками. Экономика нуждается в поддержке с бюджетных средств до тех пор, пока не войдет в привычное русло. Однако инвестиции стоит направлять в секторы, способствующие росту эффективности, в том числе в зеленую и цифровую экономики. Но стоит продолжать прямую финансовую поддержку определенных секторов. Действительно, влияние кризиса на эстонскую экономику оказалось меньше, чем мы ожидали. И бюджет оказался в меньшем минусе. Промышленный сектор и экспорт, который в большей мере зависит от международной торговли, от внутренних коронавирусных ограничений, пострадали поменьше. А теперь международный спрос на промышленное производство вырос до докризисного уровня. Это дает нам хорошие возможности. Сектор услуг пострадал больше, и сейчас все еще здесь сохраняется большая неопределенность. В среднесрочной перспективе надо учитывать риски, связанные с возможными новыми мутациями вируса. Нужно опираться на возможности, открывающиеся с оживлением глобальной экономики цифровыми зеленым переворотами. В ближайшем будущем нельзя исключать того, что программы социальной поддержки придется запускать заново. Политика на рынке труда должна быть активной. Надо расширять возможности образовательных и повышающих квалификацию программ. Впереди непростые и не очень стабильные времена. Но экономические перемены открывают и новые возможности в изменившемся мире. Михаил Владиславов, Петер Веливайн, Новости Таллина. Согласно опросу, проведенному в конце прошлого года, удовлетворенность сталинским общественным транспортом очень высока. Достаточно сказать, что 82% пассажиров оказались очень довольны его работой. Всего 4% участвовавших в опросе были недовольны ситуацией. Возможно. Среди них были представители оппозиции, которые выступили с неожиданной критикой нашего парка автобусов. Специалисты-транспортники считают обвинения необоснованными и не согласны, что город закупил некие неправильные автобусы. Их аргументы выслушал Сергей Овченков. Представители эстонской консервативной народной партии направили запрос в мэрию с целью узнать, почему в Таллине используются в качестве общественного транспорта газовые автобусы, а не работающие на водороде. В качестве аргумента они приводят в пример Ригу, где был запущен подобный проект, и порядка 10 автобусов работают на водородном топливе. Более того, консерваторы размышляют над тем, можно ли считать газовый общественный транспорт действительно экологичным. С одной стороны, то, что люди беспокоятся об окружающей среде, это хорошо. Но с другой стороны, складывается странное ощущение, что вопрос был задан очень поверхностно. То есть задавшего, по всей видимости, как бы случайно позабыли о том, что раньше в Таллине было большинство дизельных автобусов. И уж тем более странно то, что пославшие запрос даже не удостоверились в том, что именно выбрасывают в атмосферу дизельные автобусы, а что газовые. В рамках новых закупочной программы покупаем 350 газовых автобусов, что сэкономит порядка 25 тысяч тонн угарного газа в атмосферу в год. Это равняется примерно 70 тысячам автомашин. И говорить, что это не экологически чисто, ну, как минимум, непонятно. Я даже связывался сам лично с некоторыми членами фракции ЭКР, чтобы я вижу, что где-то, видимо, они что-то попутали. Не учли консерваторы и тот факт, что приобретение новых газовых автобусов позволило существенно сэкономить как на топливе, так и ремонте. Цена на газ на 30-35% ниже, чем на дизельное топливо. В случае 100 газовых автобусов экономия достигает миллиона евро в год. Что же касается водородных автобусов, то нужно понимать еще и то, что способности эстонских предприятий производить и поставлять водородное топливо неизвестны. Кроме того, такое топливо в несколько раз дороже газа. Не говоря уже об эксплуатации таких транспортных средств. Сегодня экономика показывает, что это невыгодно экономически, потому что автобусы слишком дорогие и топливо слишком дорогое. А мы как операторы и все-таки живущие и выполняющие свои функции за счет денег налогоплательщиков не можем тратить их безрассудно. Не исключено, что Таллинн в обозримом будущем обратит более пристальное внимание на возможность внедрения водородных автобусов. Но опять же, это может быть возможно лет через 10-15. А сейчас столица и так сориентирована на то, чтобы к 2025 году автобусный парк ТЛТ полностью отказался бы от дизельных автобусов. Полностью обновлено уже половина нашего парка общественного транспорта, половина автобусов. В ближайшее время мы получим еще дополнительно новые автобусы. То есть за три года 350 новых автобусов такими объемами Таллинн никогда не оперировал в плане именно новых автобусов. Можно взвешивать все за и против относительно того, нужны нам водородные автобусы или нет, но нужно еще учитывать один факт. Стоимость водородного автобуса примерно оценивается в 650 тысяч евро, в то время как газовые автобусы стоят 240 тысяч евро. Цифры говорят сами за себя, выводы делайте сами. Сергей Овченков, Роман Васильев, новости Таллина. Ежегодно 18 мая музейные работники отмечают свой профессиональный праздник, Международный день музеев. В 1977 году был учрежден этот праздник культуры, а уже через год к нему присоединились более чем в 150 странах. И наш первый вопрос к сегодняшней гости, педагогу Таллиннского городского музея Юлии Корнеевой, связан с этим знаменательным днем. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, прекрасный день. Во-первых, я вас поздравляю. Во-вторых, хочу спросить, чей же это праздник? Потому что президент этой организации сказал, что в первую очередь, конечно, музейных работников, но еще очень важны и посетители. Совершенно верно. Я полностью с этим соглашусь. Сегодня я уже наблюдала счастливые семьи с детьми, которые посещали все наши филиалы, по крайней мере, которые сегодня открыты. И очень радовались. Действительно, это праздник, в первую очередь, для посетителей бесплатно посмотреть все самые свежие выставки и поучаствовать, возможно, в каких-то мероприятиях. Какой девиз в этом году? Будущее музея, обновление, восстановление, так как после уже двух карантинов, после двух таких лет, музеям тоже нужно было искать новые выходы, варианты, как общаться со своими гостями, если двери музеев закрыты. Это действительно получилось. Это дало музеям даже новые возможности какие-то. Мы с ними будем идти дальше. Все эти карантины, все эти закрытия, наверняка музеи скучали. Безусловно. В первую очередь мы же работаем для наших посетителей, для жителей города, и мы скучали, собственно, без лиц, без общения. Хотя общение было, но оно было, как сейчас принято онлайн, мы проводили и уроки, и экскурсии, но мы своих посетителей толком и не видели. Но мы готовились, мы ждали встречи, мы готовили новые выставки, делали ремонты в наших помещениях, так что мы готовы принимать гостей снова. Как много посетителей приходит в городской музей, потому что есть некая статистика, ну, по Европе, конечно, а не по Таллину, где почти треть европейцев вообще никогда не входит в музей? Это действительно так и есть. Нужно больше привлекать какими-то возможными мероприятелями и делать свои выставки очень разноплановыми. В этом плане Таллинскому городскому музею повезло, потому что у нас семь совершенно разных филиалов, которые, с одной стороны, рассказывают историю города, а с другой стороны, с разных его углов. Поэтому мы можем предложить всем на любой вкус выставки. Какие музеи сейчас, вот сегодня? Ну, уже, наверное, завтра, но все же можно посетить. Сегодня работали музейки Кендикёк и оборонительные сооружения, где сейчас, например, открыта выставка про городское животное. Работал наш средневековый купеческий дом на улице Вене. И, собственно, завтрашнего дня откроется Таллинский русский музей, музей фотографий, который тоже можно будет посетить. У нас есть музей Каламая, который еще не открыл свои двери, но устраивает свои выставки за пределами своего дома. То есть в районе Каламая можно увидеть много интересных выставок. Кто он, типичный посетитель городского музея? Хороший вопрос. Раньше, можно сказать, было две такие группы. Это, естественно, в первую очередь горожане, потому что мы работаем в первую очередь для них. И, конечно, это был турист, иностранный турист. Сейчас их гораздо меньше, поэтому мы еще больше направляем свою деятельность именно на работу с местной публикой. Сейчас, к счастью, возобновляются по ходу школьников наши музеи, заказываются экскурсии. Так что мы радуемся этому общению, этой возможности. Так что, в первую очередь, это городской житель наш. Можно ли сказать, что локдаун дал некий даже толчок для того, чтобы в безвыходной ситуации, казалось бы, найти все-таки выход? Абсолютно точно, потому что мы стали осваивать современные технологии, новые подходы, и мы с удовольствием их будем использовать дальше. Юль, спасибо вам большое, и до встречи в музее. Спасибо большое, до встречи. Ну что же, как призвал президент Всемирного Совета Музеев? С Международным Днем Музеев поздравляем как работников, и в частности нашу гостью, педагога Таллинского городского музея, так и всех посетителей, число которых в мире постоянно растет. А мы продолжаем наш выпуск. Знаменитое выражение из букваря «мама мыла раму» очень подходит именно к маю. В домах идут генеральные уборки, чтобы к лету квартира буквально блестела. Вот только беда. За год в нашем хозяйстве так или иначе накопились опасные отходы, которые могут навредить и нашему здоровью, и окружающей среде. Но избавиться от них необходимо. Чтобы избежать попадания опасного мусора в природу, Таллинн регулярно проводит кампании по сбору и вывозу ненужных и опасных для экологии отходов. Батарейки, остатки краски, старые лампочки и много другого опасного мусора незаметно появляется в каждом доме. К сожалению, еще не все наши жители ответственно подходят к сортировке мусора. Поэтому и получается ситуация, когда на переработку вместе с биоотходами отправляется битое стекло или сломанные пластиковые игрушки. Что и приводит в итоге к загрязнению почвы и водоемов. В столице есть несколько пунктов, куда можно отвезти опасные отходы самостоятельно. Но город решил на этом не останавливаться. И чтобы мотивировать людей не складировать опасный и токсичный мусор в гаражах, подвалах или даже дома в кладовке, по всем частям города в этом месяце передвигается специальная машина, которая собирает у жителей те самые опасные отходы. В это воскресенье, 23 мая, такой автомобиль будет курсировать в районе Пыхья-Таллинн. Опасные отходы, эта тема становится с каждым годом все актуальной и актуальной. Проблема в том, что если, скажем, 10-20 лет назад на это почти не обращали внимания или довольно мало, то сегодня ситуация такая, что новая тема – это, можно сказать, микроотходы. Ну, скажем, тема – батарейки. Батарейки становятся все меньше и меньше, но они очень токсичные. И если мы бросаем их вместе с капустой, с картошкой или с едой, они же там не распадаются. Специальная машина начнет свое движение в 10 утра и продолжит до самого вечера. Всего будет совершено 14 остановок. С подробным планом маршрута и временем остановок можно ознакомиться на страничке управы Пыхья-Таллина в социальной сети Facebook или на сайте столицы. Поскольку время остановки машины ограничено, то лучше собрать и подготовить к сдаче опасные отходы заранее. К опасным относятся аккумуляторы и батарейки, различная упаковка из-под химикатов, садовые яды и пестициды, лампочки, градусники, остатки бытовой химии, старое электрическое и электронное оборудование и многое другое. Самое главное сегодня даже не то, сколько тонн мы соберем или там тонну, полтонны или так далее. А самое главное, что люди осознали, есть возможность сдать это, это спасает природу или улучшит наше состояние. Это самое главное. Некоторым кажется, что от того, что он выкинет пару маленьких батареек в общий мусор, ничего страшного не произойдет. Но именно с этого и начинается глобальное загрязнение природы, которое в конечном итоге скажется на всех нас. Именно поэтому так важно сортировать мусор. А что касается опасных отходов, то тут просто необходимо утилизировать его исключительно правильно. То есть сдать в пункты приема опасных отходов. Вадим Малышкин, Петер Юлевайн, новости Таллина. Одновременно со снятием ограничений увеличивается число пассажиров в общественном транспорте и на междугородних линиях. Не стали исключением и оранжевые поезда компании «Элрон», которые каждый день везут в столицу, на работу и в гости тысячи людей. К тому же впереди дачный сезон. В связи с этим было принято решение вернуть на маршруты удлиненные составы электричек. Илья Бань об этом подробнее. Шаг за шагом снимаются ограничения. Все больше людей можно увидеть на улицах, в магазинах и общественном транспорте. Традиционно популярным видом транспорта остаются электрички «Элрон», которыми ежедневно пользуются тысячи людей. К тому же популярными эти оранжевые поезда являются и среди коренных таллинцев. Ведь абсолютно бесплатно, используя зеленую карту Таллина, можно добраться до центра, из Ныме или из квартала Юлемисте. Последний маршрут, к примеру, занимает всего 9 минут. Быстро и удобно. Несмотря на то, что в последние месяцы электрички были заполнены на 50% от обычного для этого времени уровня, предвидя резкий рост потока пассажиров в преддверии дачного сезона, компания «Элрон» решила выпустить на линии удлиненные поезда. Дополнительные вагоны прежде всего снимут нагрузку с поездов, курсирующих между столицей и близлежащими населенными пунктами. А также на самых популярных дальних маршрутах. Такая мера решит проблему нехватки сидячих мест в поездах. Отчасти наше решение связано с тем, что дети вернулись за парты. Это увеличило нагрузку на многие линии. Мы не стали дожидаться момента, когда электрички станут переполненными. К тому же в мае традиционно пассажирооборот растет. Спрос на электричке определенно восстанавливается. Дети вернулись в школу. Некоторые из них каждый день используют именно, как они их сами называют, «морковки», чтобы добраться из точки А в точку Б. В поездах «Элрон» безопасно, много места и воздуха. Вагоны хорошо вентилируются. Станет еще свободнее дышаться, прежде всего, на линиях, идущих в близлежащие города в час пик, а также на поездах в Нарву. Мы не можем добавить вагоны на все линии. Мы удлиняем с трех до четырех вагонов составы, которые работают на Таллинский пригород. На западном направлении это поезд на Кейла, на других направлениях – поезд на Нарву и на Вильянди. Здесь мы точно увеличим составы для удобства и комфорта пассажиров. В компании «Элрон» настоятельно рекомендуют покупать билеты через интернет. Так они выходят дешевле и занимает это всего пару секунд, если ваша банковская карточка добавлена в телефонное приложение. Напомним, что жителям Таллина, которые пользуются так называемой зеленой карточкой столичного общественного транспорта, внутри Таллина и до Лагри, Вальдеку и Вессе передвижение на электричке бесплатно. Нужно лишь поднести карточку к специальному билетному аппарату внутри вагона. Илья Бань, Роман Васильев, новости Таллина. Ну что ж, будем надеяться, что погода позволит нам сесть в пригородные поезда и отправиться на дачи, хутора или пляжи, чтобы поработать или понежиться в лучах солнца. Правда, ближайшие дни особых солнечных ванн нам не обещают. О чем подробнее в прогнозе погоды. Предстоящей ночью будет облачная погода. Возможен дождь, ожидается туман. Температура воздуха от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем облачно, ожидается ливневый дождь, ветер северо-западный, температура от плюс 11 до плюс 13 градусов. В ночь на четверг небольшая облачность без осадков, температура воздуха от плюс 5 до плюс 7 градусов. В четверг днем облачно с прояснениями, после обеда облачность усилится и пройдет дождь. Температура от 12 до 14 градусов тепла. В ночь на пятницу облачно, возможен дождь, температура от 6 до 8 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, сильный, температура от плюс 11 до плюс 13 градусов. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, что грядущие дни принесут нам меньше печали и больше радостей. Но обо всем этом мы будем рассказывать вам в наших будущих программах. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь. Надеюсь, что завтра в 21.00 вы вновь соберетесь у экранов, чтобы узнать о новостях Таллина. До свидания.